Мы с вами оказались в тюрьме, но эта тюрьма не была похожа на все остальные. Здесь не было массивных металлических дверей или решеток. Это была природная тюрьма. Тюрьма в середине бесконечной пустыни, через которую еще никому не удалось пройти, ребят. Пустыни, которая поглощает всех, кто пытается каким-то образом отсюда сбежать. Тюрьма Карелла. Именно здесь мы начинаем 42-ю часть прохождения легендарной Final Fantasy VII. А я, Виртуозила, тепло приветствую всех вас. У меня какое-то странное чувство есть. Не хочется покидать эту локацию. Я долго думал, почему. И склоняюсь к такому мнению, что после шумного мегаполиса, после постоянной суматохи, суеты жизни в больших крупных городах, шума машин, заводов, иногда просто хочется попасть в какое-то такое отчужденное место, где нет ничего лишнего и просто побыть там пару неделек. Наверное, поэтому мне хочется здесь задержаться. Я тут детально все порассматривал и даже заметил, что у этого домика справа кто-то посадил в горшочке какое-то зеленое растение. Я не знаю, что это за растение. Но это практически единственный источник зелени здесь. Итак, мы помним, что у нас произошло. Мы сейчас отправимся далее. Только перед этим еще раз хочется навестить главного. Мало ли, еще что-то нам скажет. Я обещал вам проверить насчет спид сквайра, вот этого. Опять почтение пришли проявлять. Говорят, вот эти вот громилы на входе. Хватит формальности выкладывая. Чего тебе? Вот ради этого диалога уже следовало идти. Ну, а это мы уже видели. Итак, зарабатывая 3000 очков и больше, мы можем получить там либо лезвие Масамуны, либо чистильщик, либо 1.35 солдата. Если мы будем зарабатывать 5000 больше, то можем получить оружие для Айрис, зонтик такой. Умбрелла, по-моему, называется. И оружие для Кейт Сита. Это все, что можно получить на этом аттракционе с золотом люксе. Нам можно будет туда вернуться и сделать это позже. Следовательно, я не загружался, а продолжаю вместе с вами двигаться вперед, ребят. Интересно, что было в этом месте до того, как здесь сделали такую тюрьму? Вряд ли это место изначально оборудовалось, как тюрьма. Видно, что здесь есть какие-то полуразрушенные здания, что валяется какой-то старый транспорт. Вот, ржавеет. Он тоже мертв. Этого тоже застрелили. Здесь мы видим еще одну жертву. Конечно же, нам нельзя допускать, чтобы их становилось больше. С обеих сторон как-то облапошить, но у вас этого не получится, ребят. С такого угла камеры видно, как под каким углом Клауд вращает меч. Классно. Так, я помню, как в детстве я бежал по этой пустыне очень-очень долго. И тут есть такие черви, которых я перебил тоже очень-очень много. Черт, босс был сегодня в чертовски плохом настроении. Или это был один из лучших дней его жизни? Если вы заблудитесь в пустыне, просто продолжайте идти на север. Если вам повезет, вы вернетесь сюда. Ну что ж, я правда не помню, куда вам нужно двигаться по этой пустыне. Поэтому сейчас, наверное, нам предстоит долгий бег вместе с вами. Почему об этом говорю? Потому что, как я уже говорил, я помню, как мы очень долго бежали по этой пустыне вперед. Правда, я не помню, что нужно делать. Но сейчас будем ориентироваться вместе, друзья. Палатка никогда не помешает. И вот мы с вами выходим на просторы, на которых многие нашли свою смерть. Точнее, все, кто попытался сбежать из Карелла. Здесь водятся вот такие вот жуткие монстры. Расканируем. И нужно нам обеспечить кражу. Сладкость к холоду у него. Полторы тысячи жизней. Среди данного червя. Это не шутки. Если не прокачиваться вот так, как это делаю я, а стандартно проходить, то земляной червь будет довольно грозным противником. Так. Все качаешь усердно. Умничка. Давайте ставим ему кражу. Посмотрим, как у нас будет Баррет с этим справляться. Сейчас, дабы наши герои не посмотрели. По всем сторонам света. Ух ты, кактуар. От него, по-моему, можно какой-то навык врага выучить. Я и забыл, что они здесь попадаются. Кактус. Всего 200 гп. Следовательно, нечего карасть. Но, следовательно, не хочется торопиться с его уничтожением. Но давайте будем делать это Барретом. Вовка поворачивается. И пинает нашего Реда. Я понял. У него, наверное, отличная воротливость. Но вот Ред 13 попадает. Ничего себе. 10 тысяч гилей. Можно тут пофармить так, слушайте. Я и не хочу никуда торопиться. Нет опыта, нет очков изучения. Ну, по одному. Это можно считать, нету. Но 10 тысяч гилей за один бой. Да, ну это круто. 30 кактусов. И вилла Коста Дель Сол наша. Можно было сказать, что вилла Коста Дель Сол стоит 30 кактусов. Так, ну давайте посмотрим, есть ли что-то у земляного червя. Я не успел посмотреть, есть ли у него что-то, потому что есть небольшое отвлечение. Не реагирую ни на какие-то, ни на какие отвлечения, когда проходим на 100% в Final Fantasy. Пыль, песок и ничего больше. Ух ты. Мы, похоже, добежали куда-то, куда нужно. Ну да. Это произошло быстрее, чем я ожидал. И это кладбище автомобилей. Слушайте, каких только образцов здесь нет. Вот здорово. Вот здесь разработчикам можно было проявить фантазию, рисуя эти машины. Очень не хочется, вот знаете, сейчас тоже выйти за карту и потерять помещение. И опять дойти в пустыне очень долго. Но я знаю, что на этом месте вот эти враги, они могут обучить нас навыку врага лазер. Поэтому пока мы его не выучим, дальше не двинемся. Коготь смерти. У них еще и платиновый на руч можно украсть, но... В общем, одни преимущества у пацанов. Туббар, это руки загребущие, просто вытаскивает у каждого с первого раза... Скоро по два платиновых на ручах он начнет вытаскивать. Ну что, ребятушки, делайте свой лазер. Давайте выпьем огнем один. Пацаны защищаются барьерами. Мне так нравится, как они по виду выглядят совсем. Ну так, да такие. Качают лечение. Нет, они качают лечение. Будем лечиться, значит. С зельями. А Клауда посадили... ...ночь. Ага, он уже встал. В порядке. Ну давайте, ребят. Я не знаю, может быть нужно их еще атаковать. Давайте еще раз пыхнем. Ну вот она, эта атака, которая нам нужна. Только не на того персонажа. Кляк-кляк. Продолжение следует... Продолжение следует... И можем порадоваться тому, что, ребята, в нашу коллекцию навыков врага добавился теперь еще и лазер. Ну, одна материя навыков врага у нас сравнительно недавно, здесь пока только лазер и акваланг, а здесь уже побольше мы насобирали. Это так интересно собирать. Так вот, об этих машинах. Это вообще какие-то баги. Они так круто, блин, выглядят. Чем просто не образец для автопрома, для того, чтобы взять отсюда какие-то наработки и реализовать их. Ну, хотя, конечно, у них нет такой любви к Final Fantasy, как у нас. Вряд ли им это зайдет. Дайн, это ты? Долгие годы я не слышал этот голос. Голос, который я никогда не забуду. Я всегда надеялся, что снова тебя увижу. Я знал, что ты жив. Нас вместе оперировали. Слушай, Дайн. Я слышу ее голос. Что это? Это голос Элеонор. Он умоляет меня простить твою гнилую сущность. Вот почему я не стал выслеживать тебя. Я знаю, я был дураком. И не прошу простить меня. Но что ты делаешь в подобном месте? Почему ты хочешь убить людей, которые ни в чем не виноваты? Почему? Почему? А тебе-то какое дело? Ты думаешь, мертвым нужны какие-либо причины? Извинения Шинра помогут жителям Коррелла все понять? Мне плевать на причины. Все, что они дали нам, это артиллерийские залпы, глупые извинения. Все, что осталось, это отчаяние и пустота. Ты все еще хочешь услышать почему? Хорошо, я расскажу тебе. Потому что я хочу уничтожить все. Жители этого города. Сам этот город. Весь мир. У меня ничего не осталось в этом мире. Коррелл. Леонор. Марлин. Дайн. Марлин. Марлин жива. Я был в городе. Я тоже думал, что она погибла. Я просто бродил по городу и нашел ее. Нашел, Марлин. Она в Медгаре. Пойдем к ней вместе, ладно? Так, она жива. Хорошо, Баррет. Тогда я вызываю тебя на бой. Что? Леонор совсем одна. Я должен отвезти Марлин к ней. Дайн, ты спятил? Марлин хочет увидеть маму, ведь так? Стой, Дайн. Я не готов пока умереть. Правда? А я мертв с тех самых пор. Прекрати это. Я не хочу драться с тобой, Баррет. Клауд, отвали нахрен. Не вмешивайся, это мое дело. Полностью отчаявшийся Дайн и глобушка. Смотрим, можно ли у него что-то украсть. Нечего красть. И как бы жалко не было Баррету. И как бы он не хотел это делать. Но похоже, Дайн совсем слетел как с катушек. И уже никакие уговоры ему не помогут. К сожалению, он может сейчас нанести только вред. И нам, и другим невинным людям. Здесь, конечно, морда кирпича бросит. А вот это красивый скил. А давайте попробуем что-то на него поделать необычное. Ну, например, уровень 4, суицид. Не знаю, какой у него уровень. Что у нас еще есть такого? Чокорбокал. Целых два урона, потому что мы два раза сбегали с боя. Прошу меня простить, ребята. У меня до сих пор еще до конца не прошло горло. И получаем серебряный браслет. Назад. Я ведь не только руку потерял тогда. Я потерял то, что нельзя заменить. Я не знаю, когда все пошло наперекосяк. Дайн, я тоже не знаю, брат. Разве ты единственный способ, который мы можем во всем разобраться? Я же сказал тебе. Я хочу все уничтожить. Все. Этот безумный мир и себя. А как же Марлин? Что будет с ней? Подумай, Баррет. Сколько Марлин было тогда лет? Даже если я пойду к ней, она не узнает меня. И более того, Баррет. Мои руки слишком грязные, чтобы заботиться о ней. Баррет. Отдай Марлин этот медальон. Он принадлежал Элеонор. Моей жене. Память. Хорошо. Так. Марлин уже 4 года. Баррет. Не надо. Не заставляй ее плакать. Дайн. Дайн. да и на да мы с тобой одинаково мои руки не чище твоих я тоже не должен заботиться о барлин ну вот такой вот трогательный момент может быть тайна еще и можно было спасти если бы кто-то оказывал ему помощь пока процесс не зашел так далеко в его мыслях пока он сам пребывая в этом отчаянии и депрессии не свел свое сознание к необратимому такому ожесточенному состоянию желаете что-нибудь я хочу наверх я уже говорил вам раньше сначала надо получить разрешение босса а затем надо выиграть гонки чокобо да и по некоторым причинам не может говорить так что я кое-что принес хорошо здоровья я хочу наверх ладно ты убил дайна наверняка так оно и было иначе ты не не заполучил бы эту штуку так значит дайн мертв ну может теперь станет спокойнее дайну было наплевать на всех ты нихрена не знаешь верно то есть нет я ничего не знаю прошу прощения так вы вытащите нас отсюда что эх черт вас ребята ввели в заблуждение я же уже сказал есть только один способ выбраться отсюда победить в гонках чокобо таковы правила золотого блюдца причем это касается только наездника что ты сказал нет честно делайте со мной что хотите правило из правил я не могу изменить их если я это сделаю рухнет вся система весь отлаженный механизм увы это не в моих силах ладно ладно я выпущу одного из вас после этого ему придется иметь дело с дио ну хоть так клауд пойдешь ты мы подождем здесь внизу давай выиграй в гонках чокобо и вытащи нас отсюда ты прав клауд справится вы приняли решение теперь вам нужен менеджер чтобы зарегистрироваться и получить чокобо привет я случайно услышал вашу историю эстер я буду вашим менеджером но вот интересно что такая милая дама делает здесь в тюрьме коррелла и штабы простите за выражение буквально прозадрали эти ребята ну я конечно не возражаю но это эстер она может смешно выглядит но нет лучшего менеджера чем она как грубо ну что же приятно познакомиться клауд ну хорошо клауд я отправлю тебя на лифте эстер по дороге объяснить тебе детали так вот что случилось я лично поговорю с дивом а ты сконцентрируйся на гонке ах да кое-что еще есть много разных типов наездников чокобо это работа не только для преступников кто-то ищет признание кто-то денег кто-то просто славы и есть такие как ты вот да я научу как управлять чокобо отлично сначала использую помощь что выбрать авто или ручной режим это позволит тебе самому управлять чокобо или же дать ему бежать самостоятельно но заставить чокобо бежать по нужному пути довольно сложно если чокобо тебя не любит то не станет слушаться тогда ты застрянешь по пути но у меня от славные чокобо и ты с ними справишься когда ты будешь ехать жми переключить чтобы ускориться и отмена чтобы замедлиться если ты будешь скакать быстрее чем позволяет выносливость чокобо то он быстро выдохнется использую направляющие клавиши чтобы заставить чокобо ехать влево или вправо и жми окей чтобы резко ускориться но это будет уменьшать запас выносливости у некоторых чокобо горячий характер и они не могут совладать с собой они быстро выдыхаются такими чокобо следует управлять в ручном режиме чтобы заставить их бежать медленнее но еще один совет напоследок для нетерпеливых когда первый и второй чокобо пересекут финишную линию нажми старт чтобы завершить скачку новенький привет джо эй эстер ты выглядишь как всегда прекрасно спасибо позволь мне представить клауд это джо один из лучших жакеев чокобо рад встрече клауд если вы пришли с эстер то верно он будущий жакей он всего день побыл внизу а теперь уже поднялся сюда чего ой я понял а почему ты попал вниз извини мы не должны здесь спрашивать о прошлом очень интересно у меня такое чувство что мы еще встретимся тогда до следующей встречи клауд вы уже видите там материя там в уголочке надо сразу прикарманить у меня уже какие-то повадки юфи замечаете с кем поведешься нужно и себя обуздать и юфи перевоспитать сделаем а я собираюсь проверить чокобо подожди немного здесь мы получаем управление клаудом нам предстоит участие в заезде сделаем его в следующей части ребят я вас жду очень жду а вы не забывайте написать что-то хорошее в комментариях гонка начнется через несколько мгновений жаке участвующий в следующем заезде пожалуйста пройдите к загону я повторяю ребят так куда погодите хочу поговорить хоть с кем-то воу 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 материю хоть дайте взять ну надеюсь гонка не начнется пока я буду делать перерыв между частями клауд нас зовет эстер и все таки ребят мы продолжим в следующей части это все и и и и и и и и и Продолжение следует...